Приглашается боец из жилья номера Александр Хартуар! Удачи обоим по углам! Как видим, у ударника больше открытые рукавицы, он более уверен в своей технике и готов принять в защиту первую атаку соперника, чтобы самому контратаковать. Пресангула Люхин, принаймні, в выборе позиции. Сейчас в шестикутнике, урочистая тиша в зале, все ждут чего-то красивого и захопливающего. Я надеюсь, что бейцы нам это подаруют. И все, верно, робит пока что Карпов. Не идёт в рубку. Единственное, что он пытался пройти на нижний уровень, в корпус, в ноги соперника. Проте заблокировал эту спрогу Игорь Люхин. И такой позиционный обмян коленами в клинче. А вот уже трошки пішли удары от Карпова на встречных курсах. Спроба обманки и бэкфиста. И попадает Карпов справа. Нечистое попадание. Десь в район велиц и выше Підборідя, зрозуміло. Но попадает. Знову, начебто, ледь доторком дистает. Джебом. Но, тем временем, пропускает уже три, кажется, удара. Два лоу-кікки и один такой нижний фронт-кік. Завмирание соперника. Ознака какой-то неожиданной дии. С этой позиции. И вот, как видим, кикбоксер кинув самбиста. Ну, спортивный самбо сильно отличается от работы в партере, в смешанных единоборствах. Тут немае навіть ударів, как у бойовому. А в смешанных единоборствах немае одягу, за який можна вхопитися. Тобто, вы чули, что рефери попередил навіть, что за шорти не хапаемо. И спроба выхода на болевый прием на ногу. Но, честно говоря, это такой прием, так называемый градусник, если я правильно понимаю. Что его можно увидеть в дальнейшем на любительских змаганиях, потому что профи себе не позволяют выполнять этот прием на ногу своему сопернику. И бачим, что в данном случае Люхин не был включен. И перехід на ручку с боку Карпова. Как же он это непометно сделал? Небезопасно. Но, вы видите, ликоть пока что Карпова находится ниже или на уровне между ногами Карпова. А мав би знаходитись выше для швидкого и эффективного выполнения этого приема. Но, я так вижу, что захват тримает пока что Карпова вместе. И рукавички, сама их явленность позволяет сохранить этот захват. Важно забрати руку, если она хоть трохи какой-то толщины рукавички, за которую можно вчепиться. Ох, довольно таки вдалий граунд-энд-паунд удар молоток, так званий. И уже в фулл-маунте находится представник Кременчука. Второй раунд! Но, даже за спиной рефери можно было пометить, что отчетных ударов удалось завдать Карпову с боку Игоря Люхина. Конечно, у нас уже были выбраны, но не только Люхин с Тийци, но и Карпова. Потому что после команды немного поднял руки Александр. Но вообще правая рука можно пометить на грудях. И если бы такие детали и моменты помещал его соперник, то уже бы попробовал туда дойти с каким-то акцентованным бичным, или апперкотом, или прямым. И снова клинч, снова таки трохи незрабный перехід в борьбу в партере. И пытается выполнить какой-то прием. Не какой-то, а конкретно больный прием на руку, скручивание локтя. Александр Карпов, но достаточно силы защитить Силюхину, даже забрать руку. Втім, это ему стоит позиции. И снова попытка провести прием Карпова в отдачу позиции. Как бы хочет что-то сделать, рискнет. И ты можешь втратить, а можешь и надбать. В данном случае мы видим, что не выходит результативной деятельности. Лише втрата позиции перед ударником, который сейчас с горы попробует использовать. Свои ударные навыки. Как видим, они наиболее титловленные бойцы сегодня вечером. Найбільш досвечені Были подобраны Матчмейкером этих Замаганий Довольно вдало ровно Бойцы Нема явно Переваги ни в кого из них Вмения Працювати и в стице И в партере, но знову ж таки Ой-ой-ой Здається, то усе Навіщо травма Ігорю Люхіну Я не розумію, но поки що я Бачу, що він терпит Принаймні терпів Здається, здається Ось він останній переможець Александр Карпов Житомі Дорогі Дорогі Дорогі